всем привет привет мы сегодня много общались в контакте в группе диета дюкана мы там выложили лёшину фотографию и было много вопросов такой первый в общем-то опыт общения с просто незнакомыми людьми мы отвечали на вопросы и мы поняли что достаточно много вопросов у людей и в общем решили сделать такое видео даже не одно потому что за одно видео здесь все это не расскажешь а людям видно требуется все-таки мозги на место поставить да потому что у многих складывается присловие диета многие даже те люди которые нас знают знают о том что мы я даже не хочу называть этой диеты это правильное питание все думают что мы голодаем ну конечно знаю лесу что он был всегда такой плотненький большой и тут вдруг все толстые думают что диета это голодание недоедание я всегда всю свою жизнь знала что голодным быть это вредно я просто всегда знала что спать нельзя голодным вообще быть голодным это вредно по словам диеты никак не сочетается в понятии тех кто пытается на ее сесть поэтому мы решили рассказать что это питание правильное питание правильное питание кодюкаму это основное это не быть голодным я даже могу сказать что запрещено быть голодным потому что наш организм он же тоже живой там все прекрасно понимает если вы сегодня голодный целый день кто-то Я ничего целый день не ем, потом прихожу вечером, съедаю там ужин, и я все равно толстая. Организм, когда вы голодный, у организма стресс. Поэтому даже если вы будете есть абсолютно не калорийную пищу, он все равно потащит все это и отложит в жир. Поэтому голодным быть нельзя. И вообще я сочетала, что когда вы ложитесь спать голодным, в организме вырабатывается какой-то яд. Об этом можно много говорить, но я могу сказать, что мы не голодаем. Мы едим столько, сколько мы хотим. Конечно, по сравнению с тем, как мы раньше ели, конечно, мы стали есть меньше, потому что желудок, он же тоже уменьшается. Вот что я хотела сказать по поводу этого питания. Не, ну там-то все это, конечно, намного сложнее. Мы тут стали смотреть ролики про спортсменов, таких как Сергей Миронов. Прыгунов. Миша Прыгунов. Хотите, наберите, посмотрите. Ребят этих, просто что они по питанию рассказывают. Да, это понятно, что они спортом занимаются. Но они как культуристы, да? Ну, бодибилдинг там все это. Да, бодибилдинг. Ну, конечно, красиво это все посмотреть, но принцип похудания у них тоже вещь. Ну да, они же тоже сушка у них там, когда они готовятся к соревнованиям. В принципе, еда та же, что и мы даже некоторые рецепты берем. Девушка Миронова, как зовут ее? Марина Евтишина. Да, Марина. У нее, по-моему, есть даже свой канал. В общем, мы... Девну ее зовут Мариночка Евтишина. Да, Мариночка. Привет. Она очень такая заботливая, она очень заботистая, Сереги. Вот, красавчик. И она очень много ему готовит, и красиво, и вкусно. Когда вы питаетесь по дюкану, здесь самое главное не лениться. Это питание не для ленивых. Потому что, если вы будете просто отваривать куриную грудку, отваривать там это мясо, резать эти овощи, как придется, ну и так далее, то есть все просто. То вам это очень быстро надоест, и вам захочется опять что-нибудь съесть, какой-нибудь салат с майонезом или, я не знаю, булочку с маком. Поэтому, в общем-то, нужно готовить разнообразно, много, и стараться это, чтобы было вкусно. Сейчас очень много везде рецептов, и самому можно придумывать, и даже можно не придумывать, а просто найти мои рецепты. И по моим рецептам готовить, и вы будете счастливы. Не, ну я скажу так, что у нас сегодня разговор сумбурный пошел, потому что у нас так сбило. Не, мы говорим в общем, мы не говорим именно о продуктах. Мы потом сделаем отдельно структурированно, допустим, только про еду расскажем, про рецепты расскажем, как готовить, что там думать. А потом, наверное, кто-то посмотрит это видео, и будут задавать тоже вопросы, мы уже будем знать, о чем конкретно говорить. Да, и еще я хочу сказать, организм так устроен, что вот, допустим, первая фаза это атака, атака, да? Здесь сразу, вот даже, ну как сказать, вот, допустим, я, у меня не было большого веса лишнего, у меня всегда там набирается... Ну ты скажешь, что тот же сяло вне. Да, да, у меня было там лишних 6-7 килограмм, а у тебя был вес большой всегда, детство. И мы проходили через все диеты, с плохим настроением, ну, все было. И потом, когда ты бросил курить, вес еще больше стал набираться, быстро. И вот ты тогда набрал эти 136 килограмм, и со здоровьем уже, в общем-то, начались проблемы, и сердце там прихватывалось, давление. Не нагнуться, не шнурки завязать, да, быстро. Ну, случайно, я не знал. Ботеешь, едешь, подожди. Я вообще всегда была противницей всяких диет, когда вот ограничения и так далее. И тут совершенно случайно, мы читаем блог, Экслер, Алекс Экслер, и он даже не рассказывал про эту диету, он просто в своем блоге спросил, где в Испании можно купить овсяные отруби. И я подумала, а для чего Экслеру овсяные отруби? Стала дальше смотреть, и вот у него вычитывала, что он пришел на питание по дюкану. И я тогда Лешу предложила, мы как-то легко согласились, и потом получилось, что все очень вовремя. Мы как раз купили квартиру, поменяли одну на другую, и мы стали там жить, и у нас не было там совершенно продуктов. У нас не было никакого соблазна. Тут два фактора сыграло. Во-первых, это коллективность решения, да, принятого решения. Да, мы вдвоем. Просто разные цели были. Мне 50 килограмм светило, а тебе... Нет, на тот момент я тоже поправилась, и мне надо было килограмм 10. Вот сложности, да. Плюс к тому, что в доме ничего не было, в холодильнике. То есть все, что надо было, надо было покупать. Покупили все. И даже как-то пришел сантехник, ему нужно было там растительное масло, ну, какую-то резинку растянуть. И он у меня попросил, я говорю, а нет масла. Как раз у нас была вот эта атака, первая неделя. Да ему там трубу надо было смазать. Ну, неважно, да. У нас была атака, и там вообще один белок ели. И я говорю, а у нас нет масла. Он говорит, а на чем вы готовите? То есть он очень удивился, что в доме нет растительного масла. Я, в общем-то, похудела эти 10 килограмм. Мы сели тогда, это было в августе, август-сентябрь. Я думаю, что с первого сентября у нас уже 10.50 ушло тогда. Да, ну да, я уже там месяц-полтора, и все, мне больше уже не надо было. У Леши, у него все сложнее. То есть он бросил 10 килограмм, потом вес остановился. Вот многие говорят, ой, я вот сижу на диете и не худею. Да, это у всех. Это, по-моему, у всех без исключения. В какой-то момент все останавливается. Ты можешь изнурять себя поездками на велосипеде. Ты можешь ходить 10 километров каждый день. Ты можешь просто ограничить там все. Но вес стоит и никуда. Мы для себя так это объясняем. Организм нас испытывает. Он ждет, да. Он ждет, и ни в какую не хочет отдавать эти жиры. Нет, ну ты еще расскажи, что первые 5 килограмм слетает, это водичка выходит из организма. Нет, атака, когда ты на атаке, я даже просто по себе чувствовала, что у меня даже голос менялся, как-то слабость. Не то, что слабость, а как-то вот я понимала, что я худею, я прям высыхаю. Противление организма колоссальное. Да. А потом самообман вот этот, то, что ты на 3 килограмм похудел, это все набирается зелье. Мы подошли понюхать, это жимолость каприфоль у нас, я не знаю, в Москве я тут называлась. Да, да, это вот эти цветочки, это жимолость. А это бугельвегия. Она везде здесь, от белого до темно-малинового и оранжевого. Я помню отлично, что вес остановился, когда было 105. Вот 105 и никуда. Я не знаю, сколько, месяца два, да? Причем я могу вам сказать, что мы ходим много. Мы не ходим 20 минут в день. Мы ходим минимум 6 километров. Максимум мы 10-11. То есть 20 минут это обязательно. Бывают дни, когда или дождь, или мы ждем гостей, или еще какие-то такие дни. Бывают, конечно, когда мы не ходим. Но вот, допустим, Леша, мы стараемся, по крайней мере, 20 километров велосипед у Леши, и вечером мы гуляем. Конечно, большинство не верит, что мы не голодаем. По ночам мы точим что-то, а мы точим. Бывают дни, когда мы там поздно ложимся, мы можем выйти и что-то съесть. Итак, мы не будем говорить, что мы едим ночью. Но мы открываем холодильничек при свете лунной. И нам не стыдно. Но результат-то на лицо, вы посмотрите, да? То есть я ем и худею. Это же вообще, как это может быть? Я такой щенок, смотри. Это шарпи щенок совсем. Писточного цвета. Сейчас у нас уже все, заканчивается чередование. Подходит к концу, надеемся. Вот я могу вам сказать, что было 90, вот 90, 91, 90, 90, долгое время. И потом, когда это перевалило в 89, то есть цифра 80, когда появилась, была большая радость. Вот смотри, щенок. Смешно. У него шкурки в два раза больше, чем надо. И была такая радость. Но у нас цель 85. И точка. И вот это было, по-моему, перед Новым годом. Это, значит, получается, январь, февраль, март, апрель. Уже 4 месяца. И на сегодняшний день, наконец-то, вот у нас был на днях вес. 85. Вчера это было. 400, да? Да. 85-400. То есть он колеблется. Плюс-минус килограмм. В общем, на это не надо расстраиваться, самое главное. Не надо думать о том, что все пропало, все пропало. Там плюс 2 килограмма. Нет, мы же живые. Какие-то дни. Мы методику потом расскажем, как взвешиваться правильно. Мы же живые, и организм у нас живой. Иногда вода по какой-то причине задерживается в организме. Иногда ты понимаешь, что все, что ты выпиваешь у тебя. И обязательно, конечно, нужно пить воду. Я тут услышала фразу, что если ты не пьешь воду, у тебя организм как болото. Если ты пьешь много воды, то у тебя организм как ручей, как река. Так, предполагаю на этой фразе остановиться, потому что разговаривать много. Да. Это будет тема следующего разговора, потому что есть много о чем рассказывать. Поэтому будем прощаться. Да, всем пока, до следующей встречи. Держитесь, мы с вами. Всем пока. Если понравилось, ставьте лайки. Можете даже подписаться, мы будем очень рады. Да, или там нравится, что-нибудь ставьте, чтобы мы понимали, что снимать дальше или нет. Да, что с той стороны видишь какой-то отклик. Да, то есть не впустую. Все, обнимаем. Держитесь. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok